Ребят, всем большое привет! Меня зовут Филд, канал Честный Блог. Я думаю, что многие из нас бывали в ситуации, когда, ну, денег прямо крайне мало, а хочется купить смартфон. Причем, чтобы он был большим, с хорошим экраном, чтобы у него NFC работал, чтобы было камер хотя бы несколько, а чтобы стоило все это добро до 10 тысяч рублей. Сегодня я вам рассказываю про такой смартфон, это Redmi 9C. У него IPS-экран 6,53 дюйма. В Antutu он набирает 110 тысяч баллов, есть несколько камер. В Antutu он набирает чуть более 100 тысяч баллов, есть несколько камер, в том числе можно делать и портретики. Есть NFC, а стоит все это дело очень лояльно. Но вот важный момент, а стоит ли его на самом деле покупать? Об этом расскажу, меня зовут Филд, это канал Честный Блог. Погнали! Давайте прямо сейчас заглянем на E-каталог и посмотрим, что у нас по ценам. Ситуация такая, есть Redmi 9C, 32 гига, но при этом без NFC. Друзья, не надо экономить, NFC нам всегда пригодится. 64 без NFC, давайте вот 32 гигабайта с NFC. Предложений достаточно много, от 7600 рублей до 10 тысяч рублей. У меня версия на самом деле самая бюджетная. 2 гигабайта памяти и 32 встроенной. Честно могу сразу сказать, что 2 гига памяти это очень мало. Просто никогда не покупайте версии на 2 гигабайта памяти в 2020 году или уже в 2021 году, если вы смотрите это видео. Нет, 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 ни в коем случае. Только 3 гигабайта памяти минимум. Кстати, друзья, я вам пока буду рассказывать про Redmi 9C, который достаточно бюджетный. Напишите, пожалуйста, в комментарии, каким недорогим смартфоном в своей жизни вы пользовались? Разбили ли вы его о стену, когда он в очередной раз завис? Или, может быть, наоборот, это был какой-нибудь Redmi, там, не знаю, 4X, по-моему, назывался, или X4, который прям многие пишут, что очень классный смартфон. Напишите, пожалуйста, интересно. Итак, из интересного, внутри у нас зарядка на 10 Вт, это не быстрый заряд, а также, к сожалению, micro USB, не USB Type-C. Еще раз хочу обратить внимание, что на восьмерке был USB-C, а здесь нет. Кстати, здесь нет также и чехла. Зато у нас здесь есть большой и красивый смартфон от Xiaomi. А простите меня, Xiaomi это не какой-нибудь там non-name бренд, потому что все-таки, когда у нас 10 тысяч рублей, у нас есть несколько вариантов. Ну, первый вариант, это купить, наверное, что-то из прошлогодней коллекции, типа, там, 19-го года, а может быть, и 18-го года. И тут за 10 тысяч рублей можно найти разные варианты. Ну, а если хочется все-таки что-то прямо сегодняшнее, то тут, опять же, есть несколько вариантов. Либо купить недорогой Xiaomi, либо купить какой-то смартфон, у которого получше характеристики, но он вообще непонятный non-name. Non-name я не советую покупать, потому что есть Xiaomi. Мне очень нравится задник, он такой приятный на ощупь, это пластик, и он очень шероховатый, поэтому очень удобно лежит в руке. И он рыжий, это прикольно. Сзади есть сканер отпечатка пальцев. Традиционно сканер отпечатка пальцев работает хорошо, а также у нас здесь есть почти 4 блока камер. Потому что на самом деле их здесь 2, плюс есть вспышка и еще один такой, типа камера. Здесь стоит IPS-экран разрешением HD+, 290 точек на дюйм, по углам, конечно же, он оставляет желать лучшего. Яркость у него достаточно хорошая, 400 нит, под солнечными лучами, в целом все будет хорошо. Не супер ярко, но окей. Что меня расстраивает в этой IPS-матрице, ну то, что она, ну, понятное дело, что не как в айфоне, да. И поэтому, знаете, есть какое-то вот легкое ощущение неровности подсветки. В целом, если вы никогда не пользовались дорогими смартфонами, то тогда, наверное, будет окей. Если вы вдруг с айфона перешли на такое, то вы, конечно, увидите, что здесь матрица среднего качества. Но зато она большая, соответственно, в игры можно играть, киношки можно смотреть и так далее. Правда, в игры ты особо-то не поиграешь, потому что здесь у нас стоит процессор G35. И он выдает, простите меня, 110 тысяч баллов Antutu. Что нам важно знать из этого? Нам важно понимать, что если у вас версия, как у меня, на 2 гигабайта памяти и 32 встроенной, плюс 110 тысяч баллов Antutu, это, конечно же, вариант не сильно игрового решения. То есть, понятное дело, что даже Call of Duty вы запустите и даже поиграете. Но 2 гигабайта памяти. Я еще расскажу, что лучше уж, если у вас не помещается ничего по деньгам, купите Realme. Realme C3, например, очень крутое решение. Причем у ребят в мобайл-бутике он тоже есть, и я рассказывал про Realme C3. Вот тут, посмотрите, видео. Телефон, который мне реально понравился. Им удобно пользоваться. И самое главное, что он не подвисает, не подлагивает, ну как-то в глобальном смысле, и работает лучше, чем Redmi 9. Причем там и с памятью хорошо. И самое главное, там 170 тысяч баллов Antutu. 170. Это, простите, как у Galaxy A51. Совсем другая лига. Здесь у нас стоит 10-й Android и 12-й MIUI из коробки. Конечно же, 12-й MIUI здесь работает, ну честно, я вам скажу, так хреновенько. Не летает смартфон, это точно. И как только вы начнете его загружать инстаграммами, ватсапами и всем остальным, вы будете сталкиваться с тем, что у вас все прямо подлагивает. Прямо реально. Не стоит от этого смартфона ждать какой-то быстроты. Опять же, еще раз скажу, Realme C3, вот там прямо неплохо. Здесь все так со скрипом идет. Обратите на это внимание, когда будете покупать смартфон. Зато, с другой стороны, есть огромное количество фишек, которые можно использовать в MIUI 12. Это и темные темы, и различные клонирования приложений. Вообще, если хотите, чтобы я записал специальное видео о том, что есть классного по фишкам в Redmi 9C, например, напишите об этом в комментариях. Если таких пожеланий будет много, я обязательно запилю специальное видео, типа гайд, всех самых классных фишек, которые вы можете использовать ежедневно на этом смартфоне. Кнопки громкости, кнопки включения расположены под большим пальцем. Мне это нравится, мне не нравится, когда кнопки разнесены на разные стороны. Смартфон, кстати, достаточно хорошо лежит в руке, потому что сзади у нас покатые края. У него толщина 9 миллиметров, приличная толщина и вес 196 граммов. 9 миллиметров у нас толщина, потому что здесь аккумулятор большой. 5000 миллиампер час, друзья. Это один из лучших аккумуляторов, а точнее так, вот этот процессор G35, вот этот HD-экран и вот этот аккумулятор на 5000 миллиампер час и все. У вас смартфон будет работать два дня. Вообще уверена, это очень круто, что современные смартфоны имеют возможность работать два дня. Очень круто. Конечно же, зарядка на 10 ватт это не самое лучшее решение, и поэтому заряжать вы смартфон будете часа два, наверное. Ну, ничего страшного, зато и тратиться будет долго. Кстати, здесь есть возможность использовать две сим-карты, а также карточку памяти. Память у нас здесь стандарты UFS 2.1, а оперативная память LPDDR4X. Напомню, кстати, что начинать работу вы можете не только со сканера отпечатка пальцев, который находится сзади, но также и с разблокировки при помощи фронтальной камеры, то есть просто у вас смартфон лежит, вы сделали так, чтобы при поднятии он просыпался, дальше он сканирует ваше лицо, бац, и запрыгнул внутрь. Не всегда, конечно, это работает, в темноте не очень хорошо работает, но в целом работает, это самое главное. По камерам у нас ситуация такая, основная на 13 мегапикселей, апертура 2.2, не самая светосильная, но понятное дело, и для макро у нас есть 2-мегапиксельная камера, и еще есть специально для портретного режима, тоже 2-мегапиксельная камера, и селфи-камера у нас на 5 мегапикселей, апертура 2.2. Ну, примеры фотографий вы сейчас видите, понятное дело, что здесь не нужно ждать вообще чего-то сильно большого, но фотографируют и уже хорошо. Видео, к сожалению, снимает достаточно слабенько, со стабилизацией, естественно, проблема, ни 4К, ничего такого нет, но опять же, примеры записи видео вы сейчас видите, но я думаю, что когда вы покупаете, понимаете, бюджетное решение, тут надо понимать, что качество картинки будет оставлять желать лучшего, помните только важную вещь, что ведь фотографируют не телефон, а фотографируете вы, и то, как вы поставите ракурс, и то, как вы поставите руки, будет иметь огромное значение в плане финального результата. И сейчас, наверное, знаете, какая должна быть интеграция про какие-нибудь курсы, которые надо пройти, чтобы стать классным фотографом и так далее, но что-то ко мне не пришли никто из рекламодателей, так что я вас никуда не пошлю, скажу вот что. У нас здесь в Bluetooth 5 версии есть NFC, это вообще самая главная штука, здесь есть NFC, соответственно, без контактного способа, без проблем, вы можете расплачиваться в ваших любимых пятерочках, диксиях, а может быть кто-то и будет расплачиваться Redmi 9C. Напишите, кстати, кто из вас ходит в Азбуку Вкуса, ну или вот эти все, Globus Gourmet и так далее. Честно скажу, я там был в своей жизни, ну, раза три, наверное. Короче, финалочка, друзья. Итак, что здесь классного? Классно, что здесь большой экран, классно, что здесь большой аккумулятор, не классно, что смартфон подтормаживает. Если у вас, не дай бог, будет версия, как у меня на 2 гига памяти, прямо будет тормозить. Не надо, не надо, не надо. Покупайте 3 гига памяти, лучше даже покупать на 4 гигабайта памяти. В России, правда, достать 4 гигабайтные версии сложно, поэтому тут уже вам нужно идти на Алиэкспресс. Ну, а если хотите купить вот этот смартфон, не обязательно на 2 памяти, можно на 3, то внизу ссылочка, мои друзья, Mobile Boutique Welcome, доставят вам в Ханты-Мансийск, или в Улан-Удэ, или еще куда-то без проблем по почте. В целом, конечно же, Xiaomi выпускает, по большому счету, топ за свои деньги, дают возможность народу прикоснуться к большим телефонам, получать от этого удовольствия. Класс дизайн, прямо мне вот очень понравился. Просто заклинаю вас, не 2 гига памяти, 3 гига памяти, и будет все отлично. Вот такая вот история. Очень надеюсь, что вам было видео полезным. Когда вы выбираете недорогое решение, возможно, это будет один из тех телефонов, которые вы купите. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы с вами встречаемся практически ежедневно, и слушаем мои рассказы о крутых гаджетах. Совсем скоро запишу видео про Amazfit Neo. Очень необычные часы от Amazfit. Amazfit, кстати, это Huami, а Huami это Xiaomi, короче, а да, та же конторка. Прикольные часики, необычные, интересные, вам обязательно расскажу. Ни в коем случае не болейте, меня зовут Фил, это Честный Блог. Всем спасибо, и пока. Пока.